Кубок России Олег, у нас будет совсем немного к тебе вопросов. Первый вопрос. Твое сейчас самочувствие, состояние внутреннее, внешнее. Как ты вообще себя на самом деле чувствуешь и как себя ощущаешь? Абсолютно нормально. Если вы заметили, мы находимся сейчас на праздничном банкете, на торжественном банкете, который завершает прошедший уже Кубок России. Я думаю, он в принципе был неплохо организован, как обычно это был праздник. Ну и в первую очередь я себя хорошо ощущаю за то, что все-таки те спортсмены, которые приехали оставить честь Москвы, очень хорошо, достойно выступили. И мы, в принципе, имеем неплохой результат, второе командное место, хотя сумма баллов с питерской командой оказалась абсолютно равной. Но там за коэффициент машины высчитала, что питерцы в очередной раз победили. Но я надеюсь, что скоро эта тенденция закончится и все-таки московская команда будет приезжать, отжимать все очки и мы будем безоговорочными лидерами. Кого из московской команды ты хочешь отметить особенно? Честно сказать, отмечу всех. Все старались, все бились, все выжились, постарались показать себя с наилучшей стороны, в наилучшей форме. Поэтому всем ребятам спасибо. Я их всех люблю и надеюсь, что и в будущем мы также будем стараться и будем радовать своих болельщиков, свою федерацию и вообще буддебилник в целом. Ты только что сказала про будущее. Хотелось бы заглянуть в осень этого года. Что у тебя на осень запланировано в масштабах федерации? Что у тебя может быть запланировано в масштабах твоего бизнеса? Поделись чем-нибудь интересным. В масштабах федерации 18 октября у нас запланирован очередной чемпионат Москвы. Мы его проводим опять в концертном зале «Космос», так как он уже нами заказан. Ну, постараемся проанализировать все те недостатки, которые были на прошедшем Кубке Москвы. Поэтому постараемся сделать его еще более зрелищным, более красивым, оптимизировать процесс соревнований. Вполне возможно, если получится договориться, может быть проведем соревнования в два дня, чтобы все-таки снизить нагрузку и на спортсменов, и на зрителей. Получается только чемпионат Москвы и все? Нет, ну получается не все. Вполне с большой долей вероятности мы планируем провести 8 ноября Кубок чемпионов, куда постараемся пригласить лучших спортсменов, любителей. Но если срастется, еще есть одна задумка, я думаю, если она получится, это будет тоже очень хорошо. Но мы не будем пока о ней говорить. Ну, мы говорить об этом не будем, на самом деле, действительно, задумка есть, задумка не для оглашения. Но на самом деле другой вопрос из этой же оперы. 2014 год. В Екатеринбурге все-таки есть план занять первое командное место или нет? Я отвечу, как говорится. Мы поставим перед собой целью, чтобы осенью выставить команду в Екатеринбурге, которая не будет равна. Ну, хочется, во-первых, пожелать в этом деле двигаться правильными и уверенными шагами вперед. Хочется пожелать сборной команды успехов, удачи. Про бизнес ты сегодня ничего не сказал? Ну, а что бизнес? С бизнесом все нормально, слава богу. Будем развиваться, соответственно. Очень большое спасибо тебе за то, что ты пригласил наш портал ИСЛАП на чемпионат России. Сначала на чемпионат Москвы, на Кубок Москвы, потом на Кубок России. Ну, так сказать, наши слова благодарности выльются в нашу работу, в твою пользу, в пользу Федерации. Ну, я вам тоже хочу сказать огромное спасибо, потому что вы действительно проделали громадную работу. Я думаю, мы будем дальше сотрудничать в этом плане, да. Я надеюсь, что даже с вашей помощью, с помощью вашего портала о московских спортсменах и о Московской Федерации вы узнаете не только в России, да, но и в Европе, как минимум. Я уверен, что... АПЛОДИСМЕНТЫ